Ближний Восток Раскаленная пустыня, которая раньше не достигала ворот города, теперь почти поглотила его Жажда проникла в дома, оставаться в которых означало умереть Уходить в поисках новой земли тоже сулила гибель Но распростертая впереди пустыня, белая и удушающая, давала надежду, что где-то есть предел Люди шли и шли, обжигающий воздух разрывал легкие Силы покидали крепких, а мудрые лишались рассудка И когда все решили, что смерть настигла их, они увидели воду 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 Она ничего не стоит, потому что бесценна. Она служит всему миру, потому что свободна. Ее сила в мягкости, ее совершенство в простоте. У нее одно имя, но множество обликов. Говорил в первом веке нашей эры о воде римский ученый Гай Плини Старший. Жизнь — это вода. Время — это вода. Вечность — это вода. Ее величие бесспорно, но постигать его бессмысленно. Люди не знают, с чем имеют дело. Люди, и это отличает людей, очень любопытно. Они задают себе вопросы, ищут ответы. Наука и человечество очень сильно изменились за последние две тысячи лет. Почему? Потому что нашлись ответы на многие вопросы. Одним из спорных всегда был вопрос, каким образом вода связана с жизнью, поскольку они и кажутся неразделимыми. Все живое на Земле является водными структурами. И человек на 70% — это вода. С возрастом ее количество в нашем организме уменьшается. Жизнь уходит вместе с водой. Но сама вода не исчезает бесследно. Мельчайшие капли теплого пара устремляются вверх от Земли. Остывая, они тяжелеют и падают, чтобы снова наполнить Землю живительной влагой, записал в своем дневнике в 15 веке человек, которого мы сегодня называем гением — Леонардо да Винчи. Его последними словами перед смертью были «Я чувствую себя, как вода в реке». Леонардо да Винчи преклонялся перед удивительными свойствами воды. У воды — необыкновенная теплоемкость. Поглощая лучи Солнца, она не дает ему сжечь планету. Замерзая, вода не сужается, как другие жидкости, а расширяется. В результате чего зимой часто лопаются водопроводные трубы. Но не деревья. Ветки вербы, к примеру, выдерживают замораживание до минус 250 градусов. И никаких разрушительных последствий после оттаивания не наблюдается. Удивительные свойства воды, они как бы способствуют тому, чтобы на Земле существовала жизнь. Но все это, возможно, скоро закончится. У исследователей в области геофизики плохие новости. Земля нагревается. Через 200-300 лет температура на ее поверхности может подняться до 400 градусов Цельсия. На Земле не останется воды. Нет воды, нет жизни. Нет воды, нет жизни. Поймите, это очень просто. Это так просто. Нет воды, нет жизни. Но прежде чем превратиться в пустыню, многие континенты будут затоплены. Сначала растает гренландский ледник. Потом другие. За счет парникового эффекта на Землю неделями будет литься дождь. Из живительной влаги вода превратится в разрушительную стихию. Этот процесс исследователи предсказывали еще до того, как он начал оказывать влияние. Они говорили, что это рано или поздно случится. Возникает главный вопрос. В чем причина этого? Результаты экспериментов, проведенных во многих странах мира, показали. Вода отвечает на любое воздействие. Воспринимает все, что происходит в окружающем пространстве. В следствии чего меняется характер воды и ее поведение. Но что заставляет воду разрушать? Главным образом это газы. Двойки сеглерода и метан. Все, что мы создаем в процессе производственной деятельности. Это так называемый техногенный фактор. Ежегодно наша цивилизация выделяет в атмосферу 5 гигатонн двуокиси углерода, СО2. Мы загрязняем воду. Вторая версия – космические влияния. Самое опасное из которых – это повышение интегрального потока солнечного излучения, которое лишает воду кислорода. Космос становится все более враждебным для воды. В мире есть еще одна вещь, о которой как-то не очень принято говорить. Это влияние на воду негативной духовной энергии людей. И только людей. В 365 году до нашей эры древнегреческий философ Платон писал «Человек – существо сухопутное, бескрылое, эмоциональное, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях. И в том его главная печаль и преимущество». Платон был уверен, что в отличие от других живых существ, мы способны познавать смысл жизни и влиять на окружающий мир посредством своего сознания. Но, как точно, сознание связано с физическим миром, это большая, нерешенная проблема науки. Я предпринял многолетние исследования и пришел к выводу, что через воду. Вода, любая вода, воспринимает сознание человека и реагирует на него. И я могу доказать это. Японский исследователь Эмото Масару первым продемонстрировал феноменальную информационную чувствительность воды. Опытные образцы подвергались различного рода нехимическим воздействиям. Затем стремительно замораживались в криогенной камере. Получившиеся кристаллы фотографировались при двухсоткратном увеличении. Так вода отреагировала на слова «ты красивы». А так на фразу «ты дурак». Так выглядит реакция воды на слово «сострадание». Равнодушие. Эту воду попросили. Давай это сделаем. А это и приказали. Сделай это. Вывод японского исследователя. Негативные слова, эмоции, мысли, намерения разрушают живительные свойства воды. Мы пытаемся доказать, или по крайней мере протестировать, является ли философия доктора Эмото, его открытия или объяснения, правдой. что его философия может быть научно подтверждена. На протяжении пяти лет ученые исследовали водяные кристаллы. Мы воздействовали на воду разной музыкой, и мы видели различия между Моцартом и Бахом. Моцартом и Бахом. Однако реакция воды на одно и то же произведение, прослушанное в разное время, также имела отличие. Кристаллы никогда не повторялись с абсолютной точностью, как и каждая из тех снежинок, что упали на Землю за миллионы лет. Проблема в том, что вода реагирует абсолютно на все. Мы можем увидеть, что при солнечном затмении или при полной Луне рисунки образцов получаются совершенно отличными от тех, которые получены в любой другой день месяца. Но даже после того, как ученые создали в лаборатории стабильные условия, вода продолжала менять свой облик. Потому что я сам тоже оказываю огромное влияние на воду. Основной проблемой, конечно, является то, что человек в лаборатории – это часть всего процесса. На Каморских островах старики рассказывают такую историю. Случилось как-то, что вода на время покинула эти места. Во всей округе колодец был только у одного богатого человека. И люди покупали у него воду. Пришел за водой и хороший человек по имени Боязид. И увидел он неподалеку от того жилища бездомную собаку, изнывающую от жажды. Собака посмотрела на Боязида. И он ощутил, что непременно должен ей помочь. Поэтому на этот раз купил воды с лихвой, отдав за нее в два раза больше сушеной ванили и пряной гвоздики. И пока он нес воду несчастному животному, все думал о том, какое благородное и бескорыстное деяние он совершил только что ради собаки – животного. Возгордившийся Боязид поставил перед ней воду. Но та не стала петь. И отвернулась. Гордыня человека изменила качество воды. Приведу пример. Мать дает ребенку бутылочку. Если у матери грустное настроение, вода будет изменена. Для этого есть какая-то, видимо, причина. Видно, кто-то заложил в молекулу воды именно такие необычные свойства. В Библии говорится, «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста». «И тьма на бездне, и Дух Божий носился над водой». Иными словами, вначале был божественный замысел, о котором знает пока только вода. Если вода была до начала творения, значит, все законы, написанные Богом до сотворения мира, и есть вода. Для нашей планеты вода – это эликсир жизни. Но то, что в ней заключена тайна Вселенной, ключ к разгадке, это интересная постановка вопроса. Почему вода одна, а мир такой разный? Почему любое семя произрастает только при наличии воды и всегда последовательно? Сначала росток, и только потом дерево. Шаг за шагом ученые стали приходить к сенсационному выводу, близкому к истории сотворения мира, изложенной в Библии. Жизнь от элементарных частиц и до галактик во Вселенной – это программа, запись, то есть направленный информационный процесс, связанный с уникальными свойствами воды, познав которые, человек сможет изменять картину мира. Теперь это стало правдоподобным, вероятным, возможным. Мы можем изменить воду с помощью запечатления информации. При этом химический состав воды может оставаться прежним. Меняется структура. Структура воды очень подвижна. Соединения молекул распадаются каждую миллиардную долю секунды. Однако в этом хаосе существуют стабильные зоны порядка – кластеры. Их можно сравнить с решетками. Когда одна молекула воды покидает такую решетку, на ее место приходит другая. Молекулы уходят, решетка остается, как строгая запись в изменчивом окружении. Это – кластерная память. Новая информация. Новый кластер. Новая запись в воде. Будущее таит в себе опасность и возможности. Как на китайском символе. Верно? Опасность и возможность. Возможности, конечно, открываются широкие. В ходе многолетних исследований российские ученые открыли, что в жидкой фазе воды существуют пара- и орто-молекулы, которые объединяются в пара- и орто-ансамбли, по своему поведению напоминающие живую и мертвую воду. Пара молекулы может не вращаться. Орто-молекула вращается всегда. Благодаря своему вращательному спектру орто-молекула более активна и общительна, поскольку именно она вступает во взаимодействие с другими веществами. Что будет, если изменить соотношение пара- и орто-молекул в воде, уменьшить количество мертвых, то есть пассивных молекул, и увеличить число активных, то есть живых? Оказалось, что это будет та же H2O, но с совершенно иными феноменальными свойствами, которые можно использовать в области медицины. Например, растворять почечные камни. Почечные камни пока растворялись под микроскопом. Но представим себе, что если бы мы смогли с вами надежно обогащать воду, либо действительно получить чистую фракцию воды, орд воды, то, возможно, почечные камни растворялись бы в нашем организме, и не надо было делать сложнейших операций по удалению этих камней из почек. И это еще только начало. Очень важно понимать, что это лишь начало наших возможностей. В биологии хорошо известен эксперимент по выращиванию в дистиллированной воде кристалла лизоцима. В сосуд добавляется ничтожно малая доля обычного куриного белка, из которого впоследствии вырастает пирамида, напоминающая пирамиду Хеопса, со ступенями и квадратным сечением террас. В воде увеличили количество подвижных ортомолекул и повторили эксперимент. Получился другой кристалл. Тоже в виде пирамиды Хеопса, но уже структура террас была не прямоугольного сечения, а она была в виде непрерывного спирального кольца. Так, управляя поведением молекул обычной дистиллированной воды, ученые, по сути, создали новую реальность. Для нас это является уже экспериментальным фактом, что вырос другой материал, фактически это новое материаловедение. Мои способны, способны и должны изменять действительность. В поисках новых возможностей H2O ученые из Национальной аргонской лаборатории США поместили обычную дистиллированную воду в суперкритические условия, в углеродные нанотрубки диаметром 10 в минус 9 степени метра. Нанотрубку невозможно не почувствовать на ощупь, не увидеть безмощного микроскопа. Иными словами, воду сжали. Ее молекулы вытянулись и выстроились в ряд одна за другой. Так было получено квази-одномерное и квази-жидкое состояние воды. Вода в этом состоянии, оставаясь по-прежнему обычной дистиллированной водой, повела себя как новое, неизвестное науке вещество. Она не замерзала даже при температуре минус 269 градусов. Мало того, вода обрела сверхтекучесть, способность стремительно перемещаться на огромные в данных масштабах расстояния. Перед человечеством открылась еще одна дверь в новую реальность. Вода в суперкритическом состоянии, она очень активная. То есть она может растворять, разлагать на элементарные составляющие очень сложные ядовитые вещества. И если есть химические отходы, еще какие-то отходы, то наилучший способ избавиться от них – это обработать суперкритической водой. То есть потенциалов воды существует огромное количество. И если бы мы больше знали о воде и использовали ее в качестве лекарства, мы могли бы не знать страшных болезней. И проблема экологии, и проблема глобального потепления возможно были бы решены, если бы люди больше знали о воде. И экономические проблемы могли бы быть исправлены, если бы люди лучше использовали силу воды. В 7 веке до нашей эры китайский император Ци обратился к ученым-мужам с вопросом, «Что нужно знать императору о мире, которым ему суждено управлять?» Мудрецы ответили императору, «Достаточно знать воду». В царстве Ци вода стремительная и глубокая. Поэтому его народ алчный и храбрый. В царстве Чу вода мягкая и прозрачная. Поэтому его народ легкомысленный, но смелый. В царстве Юэ вода тяжелая и темная. Поэтому его народ тупой, болезненный и грязный. В царстве Цинь вода малоподвижная, в ней много ила. Поэтому его народ хитрый, свирепый, склонный к интригам. В царстве Сунь народ простой и правдивый. Там вода легкая, стремительная и чистая. Семечки Потеха Микс Маркт представляет Семечки Потеха. Любимые семечки Потеха это всегда превосходное качество. Отменный вкус. И только с 30 сентября по 12 октября 1 евро 79 за 500 грамм. Дело время, а потехе час. Впервые в Германии гастроли Московского Академического театра имени Маяковского со знаменитой комедией Гоголя «Женитьба». Участвуют звезды театра Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Любовь Руденко, Михаил Филиппов, Галина Беляева и другие. Премьера на РТН. Группа УПЧ будет состоять из спецов УГРО, следствия прокуратуры. Особому отделу особенный шеф. Кто, кто? Мы тянули, кто? Елена Ксенофонтова. Ну тогда давайте не будем терять время. Право на правду. Работаем. С понедельника по четверг на РТР. Редактор субтитров А.Семкин 10 лет назад в водопроводной воде Соединенных Штатов Америки было обнаружено наличие лекарственных веществ. Они попадают в трубы по разным причинам. Некоторые люди избавляются от просроченных или неиспользованных препаратов, смывая их в канализацию. А поскольку во многих больших городах мира системы очистки воды работают по принципу замкнутого цикла, лекарства постоянно циркулируют по водопроводу. И мы проводили исследования, чтобы узнать, какие проблемы могут появиться в связи с этим. Мы обнаружили, что содержание этих веществ в нашей питьевой воде просто ничтожное, как если бы таблетку аспирина растворили в огромном бассейне с водой. Получается примерно одна частичка на триллион, так что содержание просто ничтожное. Это, конечно, повод для беспокойства, но не повод для паники. Иного мнения придерживаются ученые, изучающие эффект гомеопатических препаратов. В гомеопатических препаратах исходное химическое вещество исчезает в процессе растворения. Тем не менее, в конце раствор сохраняет свойства исходной жидкости. Для доказательства три лабораторных флакона наполняются дистиллированной водой. В первом флаконе растворяется аспирин до такой степени, что в экспериментальном образце не остается ни единой молекулы аспирина. Во втором флаконе растворяют до полного исчезновения хлористый натрий. В третьем — литий. Это снова чистая вода. Все три опытных образца замораживаются при температуре минус 273 градуса. Трудно работать с жидкостью, так как она все время находится в движении. Но если заморозить эту жидкость, это приблизит меня к исследованиям. Крошечные пузырьки, которые появились в процессе разбавления жидкостей, застыли в теле кристаллов. Внутри пузырьков образовалась пустота. Теперь образцы подвергаются облучению. И именно через пустоту проходят фотоны света. Их ловят с обратной стороны кристалла и регистрируют результат. Отсутствующий аспирин, хлористый натрий, литий. Интенсивность света в каждом отдельном случае получается в итоге разной. Информация остается в воде. Непонятно только, что же удерживает эту информацию. И мы полагаем, что это часть газов в виде нанопузырьков. Что-то вроде удостоверения личности продукта, отпечаток пальца. Это можно сравнить с буквами, начертанными на песке. Внутри букв пустота, там нет песка, но есть информация, запись слова. У слова есть смысл, и читаем, и воспринимаем его. Более того, если мы вернем песок в изначальное состояние, то есть сотрем слово на песке, оно останется в нашей памяти. Так и с водой. Вещество уходит, суть вещества остается. И невидимые нанопузырьки стремительно разносят полученную информацию по организму, изменяя свойства нашей внутренней воды. И точно так же мы можем изменить воду внутри себя негативными эмоциями. И тогда весь наш мир, то, как мы его видим, изменится не в лучшую сторону, станет печальнее, мрачнее, поскольку все наши органы чувств, слуха, боняния, зрения работают через воду. Если же вода внутри нас чистая, мы видим мир приятным и светлым. Мы пока не можем дать всему этому четкое объяснение, но я полагаю, что обязательно сможем, если нас не убьет наша глупость. В одной из закрытых лабораторий Германии в 60-е годы 20-го столетия произошел необъяснимый случай. Лаборантка уронила в сосуд с дистиллированной водой запаянную ампулу с сильнодействующим ядом. Не желая афишировать свою оплошность, она так и оставила ее лежащей в воде. Ампула была обнаружена только через три дня. Поскольку она была герметична и не представляла особой опасности, ее извлекли и про инцидент решили забыть. Впоследствии этой водой напоили лабораторных мышей. Десять минут спустя мыши лежали мертвыми. Воду тут же подвергли самому тщательному анализу. С химической точки зрения она оказалась безупречно чиста. То есть вода восприняла от яда негативную информацию, даже не соприкоснувшись с ним. Это невероятно. Для ученого это просто на грани фантастики. Однако если размышлять о явлениях с точки зрения волнового движения воды, то не остается ничего непонятного. «Жил некогда человек слепой от рождения», рассказывает древняя индийская притча. И один мудрец поведал ему о том, как прекрасен солнечный свет. Слепой заинтересовался. Он спросил, что такое свет, о котором ты говоришь. Я не представляю, что бы это могло значить. Могу ли я услышать свет? Мудрец ответил, «Нет, конечно нет. Свет не подвластен человеческому уху». Слепой сказал, «Тогда дай мне попробовать его на вкус». «О, нет», ответил мудрец, «нельзя почувствовать вкус света». «Полагаю, что его запах я тоже не смогу уловить», грустно улыбнулся слепой. «Да, это так», сказал мудрец. «Но я отведу тебя к озеру, в котором каждый день отражается солнце». Искупавшись в этом озере хотя бы раз, ты все поймешь. Вода чрезвычайно восприимчива за счет того, что она воспринимает очень широкий спектр различного вида полей, излучений и частиц. Из физики уже давно известно, что наш мир – это совокупность бесчисленных волн и колебаний, вибрирующий воздух звуковыми волнами касается наших ушей. Так мы слышим. Волнения электромагнитного поля воспринимаются нашими глазами как свет. Так мы видим. Под нашими ногами, как гигантский живой организм, пульсирует Земля, колеблющаяся в могучих волнах гравитационного поля. Так мы существуем. В безмерном океане микроскопических и гигантских ритмов колеблется все, пространство, материя, но колеблется с разной частотой. Долгие годы я работал с водой. Эта работа заключается в том, что колебания передаются в воду, чтобы можно было наблюдать, каким образом вода отвечает на эти колебания. из пипетки мы аккуратно капнем немного воды. Раз, два, три. Исследователь включает генератор низких звуковых частот. Диапазон воздействия от 20 до 120 герц. Это очень слабые частоты, но вода не просто слышит их, она меняет свою форму. Это своего рода наглядный пример, что воду можно изменить, преобразовать посредством очень слабых сигналов, которыми могут являться и человеческая речь, намерения людей, их вера. Частота меняется, и раз, возникает другая форма. Изменения происходят не через 5-6 секунд, как, например, у нас в голове, когда мы пытаемся что-то понять. Вода реагирует на новую информацию мгновенно и тут же преобразует ее в форму. Расстояние в этом случае не играет никакой роли. Скажем, вы думаете обо мне и вы в ярости. И вы находитесь в Москве, а я в Лиме. Эта ярость, что у вас в душе, она воздействует на ваши тканевые жидкости и также на мои. В науке мы назвали бы это квантовым переплетением, которое означает мгновенную передачу сигналов и информации и резонанс, то есть как мы получаем обратную информацию. И можно сказать, что вода играет в этом отношении фундаментальную роль, поскольку вода способна колебаться с любой частотой. Исходящее колебание и моментальный отклик, внешний стимул и внутренний ответ воды. Значит ли это, что система мироздания благодаря воде работает как единый пульсирующий организм? Нашей головы не хватит, чтобы вместить этот факт. И никакой прибор не сможет вычислить причинно-следственные связи, существующие в нашей реальности. как все устроено, как взаимодействует материальное и нематериальное. В книге Бытия говорится, «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И назвал Бог твердь небом, над которым, согласно Библии, находится высочайшее духовное пространство. А внизу знакомый нам материальный мир. Вектор души человека по своей природе направлен к верхним водам. Твердь – это то, что удерживает душу в нижних водах. И стало так. В том числе и на всех уровнях физической природы. Из воспоминаний известного путешественника Марка Пола за сутки до отплытия из Константинополя. «А случилось вот что. Еще вчера в гавани было много медуз. Они медленно колыхались вокруг судна. и вдруг все до одной исчезли. К утру с востока вместо солнца выползла огромная туча. Разразился шторм, выбрасывая на берег многих обитателей Великого моря. Но не медуз. Студенистые существа заранее уплыли подальше от берега и там погрузились на глубину. Без сердца и без мозга они точно знали, как поведет себя вода. Возможно, потому, что сами на 99,9% являются водой. Так вот, эта вода, она из себя представляет буквально в смысле живую воду. Ничуть не менее живую, чем мы с вами. Эта вода помнит, естественно, потому, что у медузы, как у любого другого существа, есть инстинкты, есть рефлексы. Эта вода умеет питаться, эта вода умеет защищаться. Но вот, если мы возьмем и отожмем из медузы всю эту воду и удалим это 0,1% вещества, которое не вода, то что получится? А получится просто дистиллированная вода, которая никакими этими свойствами не обладает. Мы не задумывались над тем, в какой форме вода находится в живом организме. Если подумать об этом, если поразмышлять о клетках своего организма, клетки наполнены пограничными слоями, очень маленькими промежутками между твердой поверхностью и водой. Верхний и нижний слой воды, разделенный твердой поверхностью. Верхний и нижний слой. В науке воду в живых организмах так и называют разделенной пограничной водой. Вопрос в том, как эта пограничная вода может влиять на жизнь и существование человека. В определенном смысле все сотворение мира, включая разделение на нижние и верхние воды, совершается потому, что по замыслу Всего Ишнего, чтобы создать мир, динамичный мир, в нем должно быть напряжение. И мы обнаружили, что пограничная вода обладает отрицательным зарядом, но он уравнивается положительным зарядом за пределами слоя. То есть получается, что есть отрицательный заряд в одном слое и положительный заряд в другом. Когда есть отрицательные положительные заряда, то получается аккумуляторная батарея. Другое дело, что от этого плюса сразу к этому минусу ты электричество не получишь, но если поместить в электрическое поле такую микробатарейку, то она в нем каким-то образом выстроится. Каждый год перелетные птицы на пути из Центральной Европы в Африку преодолевают огромные расстояния. Птицы способны лететь без отдыха около 100 часов. За это время они пролетают примерно 2000 километров, сделав в среднем 6 миллионов ударов крыльями. Орнитологи подсчитали, что их энергетические запасы должны закончиться за сотни километров до пункта назначения. Но каждый год тысячи птиц совершают этот перелет, не падая от истощения. Ученые считают, это происходит за счет того, что на пограничную воду живых организмов воздействует солнце. Проще говоря, солнечный свет заряжает аккумуляторную батарею. Исследования также показали, что мощность этой батареи во многом зависит от того, что мы пьем. На переработку простой чистой воды нашему организму не требуется много энергии, потому что обычная вода с легкостью переходит в состояние пограничной воды. Для того, чтобы превратить в пограничную воду какие-либо напитки, включая чай и кофе, организму необходимо приложить гораздо больше усилий. Чем меньше человек пьет воды, тем быстрее он устает. Солнечный свет и простая вода, они должны стать единым целым. Это лучший из возможных видов энергии. Когда вы выходите на улицу, то чувствуете себя более энергичными, так как вы получаете больше лучистой энергии от Солнца. Наблюдая за Солнцем, исследователи НАСА обнаружили, что из самого сердца раскаленного шара исходят звуковые волны. Некий шум. Ученые записали его. Это похоже на колокол. Если вы ударяете в колокол, он издает звук. Звонит. И Солнце издает звук почти таким же образом. Для человеческого слуха этот звук не обладает гармонией. Однако, когда одной из записей дали прослушать воде, она показала красивый кристалл с расходящимися лучами. Как у Солнца. Почему это так красиво? Потому что в природе существует особенная сила, которая создает гармоничные структуры. Ученые взяли два опытных образца воды. На один воздействовали музыкой Моцарта. Но другой звуком горного ручья. Более совершенные кристаллы получились во втором случае. Природа всегда совершенна. Вопрос в том, откуда происходит структурный план природы. Тонкие нити в липкой паутине. Причудливые лепестки в благоухающем цветке. Зеленые листья на узловатой ветке дерева. «То, что я вижу в природе», сказал основатель современной теоретической физики Альберт Эйнштейн, «похоже на великолепный замысел, который мы можем постигать лишь поверхностно. Мы можем видеть видимое, замечать заметное. Остальное – загадка, решить которую человек хочет, но не может». Это нечто неземное или сверхземное. Духовное или божественное, как это еще называют. В нашем мире это все еще не изучено. Это то, что определенно есть и в человеке. Есть в человеке от Всевышнего. Это наша душа. Мир разделен на верхние и нижние воды. Духовную часть и материальную. Точно так же устроен и человек. И вода – это то, что пытается объединить материальное и духовное. И только вода в силах сделать это. Ни в одной лаборатории мира пока нет прибора, способного измерить человеческую душу. На ее существовании указывают религия и вода. Слезы радости и слезы горя, как правило, одинаковы по химическому составу, но всегда разные по своей структуре. Вода как детектор лжи. Мы можем лгать сами себе. Но если взять каплю нашей слюны, поместить на стекло, рассмотреть под микроскопом, то мы сможем увидеть, насколько мы структурированы, уравновешены или эксцентричны. В опытных образцах под микроскопом мы видим, как обнаруживают себя в высушенной капле крови различные заболевания. Либо это большой хаос, и это очевидно. Либо это чрезмерный порядок, переупорядочение. Все настолько упорядочено, что замечаешь, как это неестественно. Слишком много порядка, нужен хаос. В научном языке для обозначения упорядоченного состояния чего-либо применяется понятие согласованности. Когерентности. Один из примеров — музыка. Если семь нот выстроить в определенном соответствии друг с другом, учитывая продолжительность и силу звуков, родится произведение, заставляющее нас сопереживать. Ослабление когерентности мы воспринимаем как фальшивое звучание, а ее полную потерю, как раздражающий наши уши гул. Так проявляет себя хаос. Хаос и порядок. Этим двум крайностям соответствуют две болезни. Онкология, при которой доминирует некогерентность, и склероз, при котором наблюдается максимальный порядок. При последнем живой организм не способен к изменениям. Он заблокировался в едином колебании, которое не меняется. Вот почему живая материя не может быть абсолютно когерентной или некогерентной. В хаотичном некогерентном состоянии каждая молекула воды существует сама по себе. Молекулы постоянно сталкиваются друг с другом, оставаясь при этом обособленными, одинокими и неспособными делиться своими электронами. Картина полностью меняется, когда молекула вступает в согласованное взаимодействие со своими соседями. Они начинают двигаться в едином порыве, не мешая друг другу, как на сцене танцоры, в унисон. И каждая из молекул готова стать донором, поделиться электронами. И при этом не потерять свои силы, а обрести дополнительную энергию, для того, чтобы снова отдать ее. В когерентном состоянии главное правило — отдать. Если два человека ассанируют, то есть находятся в согласии, в гармонии друг с другом, то они уже не могут быть чужими или врагами. Существуют особые водные места, где происходит нечто подобное. Люди, купаясь, ассанируют друг с другом. Такие места часто называются священными. В Израиле — это река Иордан. В Индии — Ганг. Испив воды из Ганга, обязательно попадешь в рай. И самое главное, перед смертью нужно выпить немного этой воды. Только так, согласно преданиям, сбудутся все наши мечты. Я ученый, и считаю, что нам необходимо знания, доказанные экспериментальным путем. Индийцы в массе своей просто верят. Они читают молитвы и окунаются в воды Ганга в надежде очиститься от грехов, а также исцелиться от тяжелых болезней. Казалось бы, после всего этого должна начаться эпидемия. Но этого не случается. В чем же дело? В когерентности. В воде между многими людьми появляется когерентность. Она и обезвреживает бактерии. Чтобы нанести вред, воздействие микробов должно быть сильнее этой когерентной связи. Поэтому, если уровень когерентности растет, опасность быть пораженным микробами падает. И точно так же коллективное когерентное зло может уничтожить добро. И мы единственные, кто может сделать это. Мы можем поступать хорошо или плохо, так как только у нас есть способность, как у Творца, принимать решения. И сказал Господь Бог Ною, Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась одних злодеяниями. И вот я наведу на землю потоп водный. И велел он Ною строить ковчег. Сначала дождь только накрапывал, и все еще мог бы обернуться во благо. Это древнее событие так или иначе описывается в каждой из религий мира. И когда Ной вышел из ковчега, обещал ему Бог восстановить порядок вещей и никогда более не уничтожать людской род. Как знак этого обещания в небесах воссияла радуга. Зовет Бога людям. Во исполнение согласно Библии заповедей, необходимого минимума, возложенного на все человечество. Не богохульствуй, не укради, не убей. И главное из всех заповедей, возлюби ближнего. В августе 2008 года на озере Байкал, в глубочайшем озере планеты, с самой активной и чистой водой, произошло событие, объединившее местных жителей, исследователей из разных стран мира и ученых. Люди обратились к озеру и к миру с искренними словами любви и благодарности. Ученые попытались проанализировать весь этот процесс. мы поставили датчик, который регистрировал изменения состояния пространства. Датчик стоял рядом с этим местом, где это все проходило. Я специально его поставил так, что никто близко к нему не приближался. Прибол стоял в стороне. Никаких таких вот видимых изменений не происходило вокруг него. Погода была примерно стабильной. Ученым предстояло выяснить, совпадут ли в чистоте колебаний позитивные мысли, благие намерения и положительные эмоции людей с водой Байкала. И произойдут ли в результате этого взаимодействия в окружающем пространстве какие-либо изменения. Этот момент уже с прибором, с этим достаточно хорошо отработали. Но каждый раз, вы знаете, я воспринимаю это с таким детским удивлением. Что действительно, во-первых, люди своими эмоциями, своими чувствами могут изменять состояние пространства. Это само по себе удивительно. И второе, конечно, это то, что это можно зарегистрировать. Это все отражалось на графике. Емкостные датчики зарегистрировали значительные изменения ионного состава атмосферы и геомагнитных факторов. Сразу после окончания церемонии было зафиксировано резкое повышение энергетики в пространстве. А на небе появилась радуга. Двойная красивая радуга. Это можно воспринять как случайность, как просто совпадение. Но я всегда считаю, что просто совпадений не бывает. Для нас является очевидным, что при достаточно сильном духовном воздействии, духовном напряжении, можно изменить материальный мир, ибо нет границы между духовным и материальным. Ведь на первом этапе мир был един. В нем все находилось в одной субстанции. И эта субстанция – вода. Когда через воду, разделенную на две части, пропустили напряжение, вода соединилась. И, подобно этому, вечная вода встречается с нашей обычной водой, образуя соединение мироздания и светосотворения. Вода содержит в себе все тайны жизни. Она позволяет нам понять наше место в мире, наше назначение, зачем мы вообще живем в этом мире. Вода мягкая и податливая, говорится в древнем китайском трактате. Вода может смыть с человека грязь. В этом проявляется ее гуманность. Когда сосуд уже наполнен водою, не нужно добавлять. В этом проявляется ее справедливость. Вода постоянно течет, а останавливается лишь там, где уже достигнута ровная поверхность. В этом проявляется ее честность. На вид вода темная, на деле прозрачная. В этом проявляется ее совершенство. Вода принимает форму любого сосуда. В этом проявляется судьба всех вещей. Абсолют. Когда мы испытываем любовь, вода принимает самую красивую форму. Давайте любить. И вы, и я, все мы. Давайте жить с любовью в душе. Вода сотворена для послания этой вести. Любовь и благодарность. Вода откликается на них. Да, так. Бог хочет сказать именно это. Когда в давно уже известных вещах мы открываем для себя что-то новое, границы нашего мира расширяются. Теперь мы знаем, почему нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Она каждое мгновение меняется. А это значит, каждое мгновение жизни мы тоже можем что-то изменить. К лучшему. И прольется с неба на землю живительной влагой простая вода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok